На всякий случай напоминаю, что канал называется «Моисей Великанов резерв» в скобочках «Музыкальная критика». Здесь мы занимаемся музыкальной критикой. Вот, поэтому все, что будет не по теме, и особенно все с разных сторон какое-то нацистское, все будет безбожно удаляться. Неважно, боты ли это пишут, чтобы кого-то дискредитировать, или же настоящие люди с отбитыми мозгами. Так вот, ну что, типа, вот получается очередной исполнитель от Украины едет на Евровидение, значит, эксплуатировать такую тематику какого-то своего фолка. Вообще, на этом Евровидении очень много кто на своих родных языках каких-то или каких-то странных языках исполняли. Мне кажется, как будто больше, чем обычно. Вот. Ну, что можно сказать, надоедать начинает эта история, и все очень быстро уже надоело. И, естественно, послушав просто другие какие-то песни, можно понять, что просто по крутости музыки это явно не лучшее, мне кажется, даже... Ну, типа, окей, это не ужасная песня, это не супер стыдная какая-то дерьмовая песня, как, например, была у Манижи, то есть то, что от Украины было на Евровидении. Ну, это, ну, просто какая-то очередная, там, песня с уклоном фолк, которых очень много было на нескольких Евровидениях последних. Я говорю, как вообще, как фанат Евровидения с детства, и как, ну, в принципе, я считаю выступления Украины, там, допустим, Руслана, Тина Кароль, Верка Сердючка, это все балдежно. И Маруф, который не дали выступить, то есть это все, ну, как бы, мега-круто и мега-достойно. Ну, вот это, это, типа, такой, ну, унылая, средняя просто какая-то тема, которая, естественно... Ну, короче, я согласен с темой, ну, с темой о том, что очень сильно себя Евровидение, с одной стороны, дискредитирует тем, что насколько политизированный получается конкурс. Ну, с другой стороны, может быть, правда, типа, вот настолько вся Европа сейчас сплотилась, что вот эта песня, просто какой-то обычная смесь, типа, типа, фолка с рэпом, которых полным-полно было и от других стран на Евровидении. Вот это то, что больше всего сейчас отражает, не знаю, там, настроение во всей Европе. Ну, можно так, наверное, посчитать, но... Ну, это точно не топ-1 по музыкальности. Что было интересно? А очень мало было интересного, на самом деле. То есть, вот это прям то Евровидение, которое очень такое бедное на классные какие-то песни. Очень расстраивая тем, что, ну, практически нечего себе добавить в плейлист. То есть, даже взять, допустим, 2021 год. Сейчас откроем, что там, финал. Там еще и наверняка в этот, в финал прошли не все классные какие-то исполнители. Да я не знаю, ну, то есть, то, что от Израиля было в прошлом году, типа, set me free, интересная штука. Даже от Кипра, там, вот это El Diablo, это как-то все... Ну, как-то, это хоть как-то срабатывает, да. Великобритания, у которой ноль баллов по всем... Я до сих пор помню песню, она классная, типа... Ну, балдежная песня, прям, я добавился, я слушаю. Исландия, то, что делали в прошлом году, это здорово, это интересно. Даже от Молдавии Наталья Гордиенко с ее Шугером. Это занятная тема, как мне кажется. Всякие там Матахари, Fallen Angel от Норвегии. Ну, не знаю, то есть, короче, много всего, что я прям вот могу вспомнить, напеть. Это прикольные какие-то песенки. Были скучные, проходные, ну, типа, типичная унылая поп-песня, типа, как, там, Voices от Швеции и так далее. Вот. Или типичная унылая фолк-поп-песня, то, что было от Goa. Вот. Ну, не знаю. Калуш-оркестр, мне кажется, ну, типа, менее противно послушать, чем Goa. Но... Ну, какое первое место, хотя... Ну, то есть, еще раз, может быть, разве что... Ну, это должно быть большое все равно какое-то, высокое место. Просто тупо потому, что все остальное настолько безликое какое-то, что просто ужас. Самый интересный номер и то, в котором много что мне не нравится, это от Португалии, как мне кажется, вот это Саудада. Ну, там очень классный припев, который вывозит все это, то есть, вот это многоголосие. Я такое очень люблю. Ну, это больше на вкус, наверное, говорю. Вот. Так, там были какие-то, то есть... Очень много песен начинались, знаете, типа, медленная какая-то фигня. И вот сидит один исполнитель, на него очень важно камера вот так вот смотрит. Он смотрит в эту камеру и типа... Это какого-то вот унылая душня. Полно было такого. И Швейцария тоже самое что-то делали. По-моему, Швеция, еще кто-то, я уже всех не вспомнил. Но вот это, то, что это было и у Португалии тоже меня очень расстроило. Но, в целом, там дальше хотя бы что-то было интересное. Самые стыдные номера, наверное, были Сербия и... Короче, волки вот эти с бананами, которые... Как она называлась? Норвегия. Сабвульфер. Это прям какой-то просто самарский кринж. Худшие номера. Прикольно было у Италии. Опять, ну, Германия, у которой ничего не было, это, опять же, то есть самый малонабравший номер, это не самый худший номер точно. Вот тут вообще никак. Там знаменитая исландская кантри, это вообще добрый вечер. У Молдовы, я так понял, один исполнитель на всю страну. Третий раз едет с доп-шиздуп. Просто один исполнитель во всей стране существует. Других нет. Да все, реально некого выделить. То есть, ну, ничего... Ничего интересного не было. Так занятненько. Вот то, что... То, что занятненько хотя бы. Португалия, Италия. И все. Ну, есть что-то, что неплохо просто. То есть, это... Там даже вот... Великобритания, не знаю, Германия. Ну, у финнов ничего интересного. Это Трасмос. То есть, вроде, имя громкое, ничего интересного. Так, в целом, очень унылое какое-то Евровидение. Не знаю. Может быть, как бы всем сказали, что, мужички, все, забейте болт. У нас тут политика. Побеждает Украина в любом случае. Отправляйте любую какую-нибудь херню. Даже не старайтесь, не парьтесь. Ну, ощущение такое. Потому что реально очень прям печально. Нечего послушать, нечего... Не над чем похихикать даже, в конце концов. Я не знаю. То есть, ну, типа... Бывает, когда на Евровидении какой-нибудь трэш-контент какой-то очень забавный приезжает, и ты с этого кекаешь, там, не знаю. Вообще, вообще просто ни о чем. Просто ничего и никак. Ничего интересного. Это, ну, лично для меня, конечно. Ну, не знаю, что я могу сказать. Я хотелось бы поздравить с победой. Но, блин, ну, в чем кайф побеждать, когда очевидно, что победа, ну, не, как бы, не музыкой достигнута. И не тем, что действительно песня классная. Я не знаю. Ну, как бы, поздравляю с, как бы, с подкрученной победой. Типа, я не знаю. Окей. Ну, пение, не знаю. Мне, в принципе, радует иногда какой-то... Ну, украинцы в целом много делают неплохой музыки. На удивление много. То есть, ну, гораздо больше в среднем, чем русские. То есть, об этом есть даже такая вот приколюха. Еще давно была, что в кого не плюнь из российских поп-звезд, будет обязательно либо это украинцы, либо украинские корни какие-то есть, либо что-то. Да даже в меня. Даже я, гениальный музыкант Моисей Великанов. И то у меня, там, как бы, настоящая фамилия украинская. И, как я уже много раз говорил, очень много украинского происхождения есть. Но вот этот номер, ну, это, ну, как раз вот от того и обидно, что все-таки очень талантливая страна, а приходится размениваться... Типа, такой вокал. Понятно, что это вроде как фолково такое, что это народное. И понятно, что в Европе сейчас в последнее время вообще очень много поднимается настроений, ну, типа, с упором на свои какие-то национальные штуки у каждой страны. И славянских там особенно. Но, ну, не знаю, вот, типа, слушать, короче, вот этот национальный... Ну, то есть не хор, допустим, какой-нибудь, а именно чистый там, ну, как это, сольный вокал в украинской народной манере, это просто, не знаю, для меня какая-то невыносимая абсолютно история. Но, наверное, все-таки мужичок менее противный, менее противный, чем вот эта девица, которая Гоа. То есть у нее прям пронзительно противный такой голос. А здесь он, ну, просто только манера пронзительно противная. То есть там он такой... То есть что-то такое. Ну, рэпер там, типа, ну, что, здорово зачитал. Ну, вот эта дудочка прикольная. Но в целом, конечно... Ну, вот это, типа, самая крутая песня. 2022 года в Европе. Ну, не знаю, ребят, как там. Не верится. Все, надеюсь, было интересно. А, мама исполнялась от РФ. Да, и такое было. И, кстати, отстойный, по-моему, тоже был очень номер. Про Россию вообще даже нечего говорить. Россия, я не помню, когда хоть что-то прикольное отправляла на Евровидение. Хоть что-то, что вообще... Ну, может, Тату, но, опять же, это не особо прикольная была песня. Дима Билан, получается, самый крутой был. Вот две песни Димы Билана, Серебро. Ну, и они, как бы, и места заняли соответствующие. Это были реально самые прикольные, самые какие-то вообще кайфовые, слушабельные, и, не знаю, там, приятные номера от России. Ну, может, окей, Little Big, но там, типа, и не состоялся конкурс, по сути. Хотя, опять же, то есть, по меркам Little Big, песня Уна — это говно. Потому что Little Big гораздо круче делают. Это просто, ну... Типа, Little Big сделали унылую песню под формат Евровидения. Хотя, мне кажется, было бы круче, если бы они сделали не унылую, не под формат Евровидения. Наоборот, чтобы все охренели от того, что... Йоу, вот это дела творятся крутые. Дима Билан, Серебро и Little Big. Все, все остальное, там... Как бы... Очень печально. Или, может, я не помню какие-то песни, или не слышал какие-то супер, там, ранние. Но, в целом, это, конечно, добрый вечер. Ну, вот. У Манижи это просто ужасно. Все. Всем мое почтение. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok